После победы Давида Бенавидеса над Александром Гвоздика И завоевании временного чемпиона WBC в этом весе Отец Давида Хосе Бенавидес-старший рассчитывает на победу Дмитрия Бивола в бою против Артура Бетербеева За звание Абсолюта в полутяжелом весе, который состоится 12 октября И все для того, чтобы после этого его сын стал первым, кто одолеет Дмитрия Бивола В общем, друзья, рад вас приветствовать на канале Кроссфайтер И в этом выпуске поговорим о ситуации в полутяжелом дивизионе Оставляй лайк, подписку и комментарий под этим видео в поддержку данного канала Ну и конечно же, приятного просмотра! Бивол победил Канело Альвареса, поэтому мы попытаемся победить его победителя Я думаю, для нас будет честью сразиться с Биволом, потому что он победил и Сурда Рамиреса, и Канело Альвареса Если мы сможем победить того, кто победил лицо бокса, я думаю, это поставит Давида Бенавидеса в более выгодное положение, чем сейчас Заявил Хосе Старший К слову, сам Бенавидес считает, что Дмитрий Бивол фаворит в поединке против Бетербеева Если честно, я думаю, что Бивол победит Бивол действительно опасный боец Бетербеев тоже опасный боец, но ему уже 40 лет Он травмируется Не думаю, что он уже тот, кем был Но это будет интересный бой Бивол победит Его работа на ногах и комбинации сделают свое дело и принесут ему победу Считает Бенавидес Также Давид заявил, что больше не собирается добиваться боя с Канело Альваресом Который его попросту избегает И нацелился на абсолютного чемпиона полутяжелого веса Случай с Канело все время одно и то же дерьмо О, нужно быть уважительным Я не собираюсь ни перед кем преклонять колено Потому что я заслужил свой шанс Этот бой не состоится, потому что он хочет 150 миллионов долларов Это говорит мне о том, что он напуган Он дал возможность Хайме Мунгии, который ничего не сделал Оправдание, которое привел Канело было нелепым Ой, я не буду с ним драться, потому что он вел себя очень уважительно Типа, братан, иди отсюда нахер В общем, я не думаю, что бой с Канело состоится Поэтому мне нужно двигаться дальше Эти парни в полутяжелом весе просто убийцы Теперь мои мысли на 100% сосредоточены на них Утверждает Давид Кстати, не секрет, что Бивол ранее спарринговал с Бенавидесом Американец намекает на то, что в этих сессиях доминировал именно он В социальных сетях появились фрагменты того спарринга Видео слишком коротенькое, но в этом конкретном эпизоде Темп и вправду задает Бенавидес Давайте глянем Но мы также нашли и другой их спарринг И там рисунок уже другой Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрия Бивола попросили это прокомментировать Спарринги и бои это не одно и то же У меня были спарринги, в которых я выглядел хорошо И были те, в которых я выглядел плохо Просто я на этом не зацикливаюсь Не рассматриваю их так же, как рассматриваю бои В спаррингах я отрабатываю определенные моменты Проверяю различные варианты Обкатываю их То есть на каждую спарринг-сессию у меня есть своя задача И я думаю именно о ней Иногда получается все задуманное, иногда нет Спарринг с Бенавидесом Это была хорошая работа Не скажу, что что-то было не так На этот вопрос Дмитрий Бивола отвечал еще в прошлом году А буквально вчера Бивола попросили прокомментировать вызов От Давида Бенавидеса Который он периодически бросает Бетербиеву и Биволу Я уважаю его как бойца То, что он говорит, будто хочет драться со мной и Бетербиевым Означает, что он великий боец Парень уверен в себе и хочет добиться большего После чего Бивол снова вспомнил их спарринги У нас было несколько хороших спаррингов У нас обоих было несколько хороших моментов Но спарринг есть спарринг Ты делаешь то, что говорит себе тренер Вы делаете что-то одно в одном раунде И что-то другое в следующем Ты чувствуешь, что выиграл этот спарринг только тогда Когда знаешь, что выполнил все указания тренера В бою все совсем по-другому Во время поединка, конечно, вас тоже просят что-то делать Но вы не станете тратить на это время Если считаете такой совет плохой затеей Вы попытаетесь сделать что-то другое А спарринг это просто тренировка Сказал Бивол Тем временем обозреватель бокса Аде Алладипо предлагает Давиду Минавидесу продолжить карьеру Именно в полутяжелом весе Эксперт считает, что здесь у бойца будет больше вариантов Чем в суперсреднем дивизионе К слову, Минавидес действующий обладатель временных поясов По версии WBC в суперсреднем и полутяжелом весе У бойца есть 10 дней для того, чтобы решить В каком весе он продолжит карьеру Точнее, какой титул оставит у себя А от какого откажется Минавидес провел бой с очень сильным украинцем Гвоздиком Это был дебют Давида в 79 килограмм Он сделал свою работу Но вроде как планирует вернуться в 76 килограмм Понятно, что он хочет драться с Канело Но давайте говорить честно Не похоже на то, что в ближайшее время ему светит этот бой А если так, то почему бы не продолжить карьеру в полутяжах? Эксперт полагает, что Бенавидес мог бы подстраховать действующих чемпионов дивизиона Артура Бетербеева из Канады и Дмитрия Бивола из России Которые в октябре в очной схватке определяют абсолютного чемпиона дивизиона Этот бой должен был состояться в июне Но Бетербеев травмировал колено И Алладипа об этом помнит Смотрите, Бетербееву уже 40 лет У него была травма колена Очень даже может быть, что эта травма не позволит ему драться с Бивола И тогда Бенавидес мог бы его заменить И это была бы не просто замена Это был бы бой, который все хотели бы увидеть Заявляет эксперт Ну что ж, друзья, а что вы думаете по всей этой ситуации? Пишите свои мысли в комментариях Ну и конечно же, спасибо вам огромное за просмотр И до встречи в следующем выпуске Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok